Итак, как эксперты оценивают ход выборов в Татарстане? Об этом сейчас говорят в Едином информационном центре. И там сейчас работает наш корреспондент Салват Мухаммадолин. Салват, здравствуй. Тебе слово. Добрый выборный день, Алексей. Ну, работа в информационном центре практически не прекращается ни на минуту, разве что вот такие небольшие паузы, когда журналисты могут немного передохнуть. Ну и здесь после обеда выступил ряд политологов и социологов, среди которых были Михаил Виноградов, Алексей Чесноков, Виктор Потуремский, все они отметили высокую явку в республике, ну и то, что это не стало для них неожиданностью. Также они рассказали о влиянии пандемии вообще на избирательные кампании, на ход голосования. Ну и сейчас я вот предлагаю послушать Антона Лукаш, представителя корпуса «За чистые выборы», который выступил здесь буквально пару минут назад. Давайте узнаем его мнение, что он для себя отметил в ходе выборов в республике. Неплохо у вас дела обстоят с наблюдателями. То есть порядка 5700 человек представлено. Еще из общих моментов, очень интересных, на мой взгляд, передовых, это привлечение блогеров к процессу общественного наблюдения. Ну, я скажу свое личное мнение, это мудро. Ну и вот интересная деталь. Буквально за секунды до начала прямого эфира здесь сгорела лампочка. Настолько здесь все серьезно и напряженно. Ну и мы продолжаем работу. Впереди у нас здесь выступление политологов, представителей Совета муниципальных образований республики. Ну и самое главное, цифры, явки, экзитполы, все именно здесь. Так что на связи, Алексей. Спасибо, Салават, а мы продолжим. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.